Привет бухгалтерам и предпринимателям! Меня зовут Юлия Баранова и я бухгалтер MyBuhKZ. Сегодня предлагаю разобраться, что же такое система управления рисками, что она проверяет и на что влияет. И нет предела совершенству. Именно под таким девизом работает налоговый контроль. С 1 января 2019 года было внедрено категорирование всех налогоплательщиков страны. Конечно, не все налогоплательщики поняли, по какому принципу проводится классификация субъектов и за что им присваивают низкий, средний или высокий риск. И тут вы спросите, какой риск, товарищи? Под риском понимается возможность нанесения ущерба государству в результате неисполнения налогоплательщикам или исполнения в неполном объеме своего налогового обязательства. Для начала давайте усвоим, что казахстанские налогоплательщики попадают под действие двух систем управления рисками. Категорирование при налоговом контроле, присвоение низкой, средней или высокой степени риска. Оценка риска при отборе на налоговую проверку, присвоение высокой или невысокой степени риска. Практическая польза системы, в дальнейшем будем называть сокращенно СУР, заключается в том, что ресурсы налоговой службы распределяются оптимально, сосредотачиваясь на наиболее проблемных сферах и приоритетных направлениях, что делает работу более эффективной. Для налогоплательщиков же присвоение статуса низкой степени риска позволяет избежать налоговых проверок и повысить степень доверия. Ну и само собой, это стимулирует их к добровольному и добросовестному исполнению налоговых обязательств. Так давайте поймем, по каким критериям оценивается налогоплательщик. К открытым критериям относятся. Первое – это коэффициент налоговой нагрузки, затем сумма среднемесячной зарплаты на одного работника. Учитываются суммы доходов и расходов, отражаемые в налоговой отчетности. Обязательно наличие среди контрагентов компаний, снятых с учета по НДС, ликвидированных, бездействующих, банкротов. Проверка на наличие многолетних убытков, отраженных в налоговой отчетности. Также частое предоставление дополнительных форм отчетности. Еще один критерий – наличие нарушений, выявленных в ходе камерального контроля. И неоднократное приближение к пороговым значениям, грозящим утратой права на применение спецрежимов. Также при оценке применяются критерии, позволяющие снизить степень риска. Вот вам перечень действий, которые могут в этом помочь – снизить ту самую степень риска. Участие в налоговом мониторинге. Применение онлайн ККМ. Выписка СФ. Использование налогоплательщиком стандартного файла проверки. Применение контрольного счета по НДС. Расчет данных критериев производится дважды в год по состоянию на 1 января и 1 июля отчетного года. Логичный вопрос может возникнуть – а как же узнать, какую степень риска присвоили вашей компании? С 1 июля 2019 года эта информация стала общедоступной, и проверить можно любую организацию или ИП. Узнать, какую категорию КГД МФРК присвоил вашей компании или компании контрагенту, можно по БИН или ИИН на сайте kgd.gov.kz, перейдя в подраздел «Электронные сервисы», «Помощь бизнесу», «Степень риска налогоплательщика по результатам категорирования». По своей организации эту информацию можно получить также в личном кабинете налогоплательщика с раскрытием данных по количеству баллов, присвоенных по каждому критерию. Теперь важно понять, на что будет влиять присвоенная категория. А здесь все просто. От этого будет зависеть, какой подход выберет УГД в отношении налогоплательщика. Так, согласно пункту 3 статьи 118 НК Республики Казахстан, блокировка банковского счета налогоплательщика производится по истечении одного рабочего дня, если субъекту присвоили высокую категорию риска. А если бизнес отнесли к категории среднего уровня риска, то на погашение дается целых 10 рабочих дней. Аналогичная ситуация и с приостановлением расходных операций по кассе. В зависимости от степени риска, которая присвоена налогоплательщику, сроки начала процедуры составляют 1 и 10 рабочих дней соответственно. Что касается принудительного взыскания денег с банковских счетов налогоплательщика при наличии недоимки, здесь также играет важную роль степень риска, к которой отнесен субъект. Инкассовое распоряжение выставляется в следующие сроки. При высоком уровне по истечении 5 рабочих дней со дня вручения уведомления, при среднем уровне по истечении 20 рабочих дней. То есть, понимаете, как важно произвести хорошее впечатление. Назначение налоговой проверки производится, если налогоплательщик отнесен к высокой степени риска. Это существенно повышает вероятность того, что субъект попадет в списки проверяемых организаций, которым грозит выездная проверка. В невыгодном положении предприниматели с высокой степенью риска оказываются и в ситуации, когда необходимо продлить сроки предоставления налоговой отчетности. Так, например, субъекты с высокой степенью риска не имеют права на продление срока налоговой отчетности, исключение ИП на спецрежимах. Тогда как остальные налогоплательщики вправе получить отсрочку на срок от 15 до 30 календарных дней в зависимости от вида отчетности. А отсрочка порой вещь очень нужная, бухгалтеры поймут. Таким образом, присвоение высокой степени риска по СУР влечет для налогоплательщика потерю многочисленных льгот, а также в целом грозит более суровым подходом к налоговому администрированию. И тут нужно закончить приятным. Чтобы избавиться от статуса налогоплательщика с высокой степенью риска, необходимо повлиять на критерии, по которым производится оценка. Для этого пересмотрите налоговую нагрузку, применяйте онлайн ККМ, своевременно исполняйте налоговые уведомления, старайтесь минимизировать внесение изменений в налоговую отчетность, приведите зарплату работников к среднеотраслевому показателю и так далее. Поскольку пересмотры статусов производятся дважды в год, в течение полугода-года можно сменить категорию, тем самым избавив себя от излишнего внимания налогового органа, да пребудет с нами минимум рисков и максимум заработка.